Космодром Байконур Это стало большим застижением отечественного и мирового ракетостроения. Но нужно было идти дальше. Информация, полученная после первого летного испытания, была подвергнута глубокому анализу Головным конструкторским бюро «Энергия» и смежными предприятиями. Результаты этого анализа подтвердили правильность выбранных проектно-конструкторских, технологических и эксплуатационных принципов, положенных в основу создания энергии. Это позволило приступить к сборочным работам очередной ракеты-носителя без принципиальной доработки материальной части. Работы по сборке и испытаниям составных частей ракетно-космической системы, ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран» были завершены летом 1988 года. Параллельно с этими работами готовились к испытаниям и все системы технического и стартового комплекса. В августе подготовка к пуску вступила в завершающую стадию. Ракетно-космический комплекс «Энергия» «Буран» состоит из ракеты-носителя, выполненной с продольной схемой разделения ступеней, и орбитального корабля с самолетной конфигурацией. В состав ракеты-носителя входит центральный блок в качестве второй ступени, четыре боковых блока в качестве первой ступени, и стартостыковочный блок. Все составные части ракеты-носителя прошли запланированный объем наземной отработки, в результате которой получена информация, позволившая дать заключение о допуске энергии к участию в летных испытаниях. При этом проведено свыше 7 тысяч испытаний на 280 установках, блоках и экспериментальных изделиях. Наиболее важными из них были холодные и огневые испытания двигательной установки первой ступени, и двигательной установки второй ступени в составе экспериментальных блоков. Примерочные холодные и электрические испытания на технологических экспериментальных вариантах ракеты-носителя, и, наконец, первые летные испытания универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия». Эти эксперименты вооружили испытателей опытом и позволили отработать не только материальную часть ракеты-носителя, но и весь комплекс наземного оборудования, технических и стартовой позиции. Сборка отсеков и блоков энергии проводится в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя. Технологическое оснащение сборочных работ потребовало разработки и изготовления значительного количества специальных стапелей и текелажного оборудования большой грузоподъемности, которые по своим точностным показателям обладают уникальными возможностями. Все составные элементы, узлы, системы и агрегаты, прежде чем поступить на сборку изделия, прошли большой объем наземной отработки, в основу которой был положен принцип их многоразового использования в условиях полета. Реализация этого принципа позволила значительно снизить вероятность элементного отказа, который очень трудно выявлять, если пуск из-за такого отказа стал неудачным. Применяемые в качестве ракетного топлива криогенные компоненты и жесткие требования к надежности функционирования всех элементов ракеты-носителя требуют высокой квалификации исполнителей сборочных работ и тщательного контроля всех технологических операций. Требования к чистоте сборочных производства на помещении близки к требованиям медицинских операционных. Перед передачей блоков на общую сборку ракеты-носителя, каждый из них проходит комплексное испытание на функционирование пневмогидравлических и электрических систем. В итоге этих работ создана уникальная ракета-носитель «Энергия». По своим возможностям она не имеет аналогов в мировой технике, и ей предстоит в будущем стать базовой для решения основного объема работ по освоению космоса. В качестве полезной нагрузки на первом этапе ее эксплуатации может использоваться орбитальный корабль «Буран». Но функциональные возможности энергии таковы, что она может выводить на околземные орбиты и другие различные объекты. Это могут быть крупногабаритные спутники, фрагменты конструкций, из которых в будущем предстоит собирать в космосе орбитальные станции, немыслимых в настоящее время размеров, или создавать ракетные комплексы, которые будут стартовать к другим планетам Солнечной системы. Сейчас на стартовом комплексе установлен носитель, что и при первом летном испытании. Но полезная нагрузка другая, что качественно меняет цели и задачи предстоящего испытания. Подготовка к первому полету орбитального корабля «Буран», пилотируемого аппарата нового поколения, значительное событие в отечественной космической технике. Он обеспечит не только доставку грузов на околоземную орбиту, но и возвращение их на Землю. Главной особенностью нового корабля является значительный объем отсека полезного груза. При начальной массе 105 тонн корабль может доставить на орбиту 30 тонн и возвратить на Землю до 20 тонн полезного груза. Самолетная конфигурация позволяет ему, в отличие от предшествующих возвращаемых на Землю космических аппаратов, совершать посадку на заданном аэродроме. «Буран» оснащен системой управления, которые позволят впервые совместно с наземным комплексом осуществлять посадку корабля без экипажа в автоматическом режиме. Задачей первого испытания орбитального корабля «Буран» и является отработка автоматизированных способов управления полетом и посадкой космического корабля. В дальнейшем он будет использоваться как транспортное средство для доставки экипажей, оборудования и других средств, обеспечивающих жизнедеятельность и работоспособность орбитальных станций будущих поколений. После проведения контрольных испытаний орбитальный корабль направляется на общую сборку. Корабль «Буран» и ракета-носитель «Энергия» стыкуются с помощью верхних и нижних узлов силовой связи в единую систему. Ракетно-космическая система собрана. После последних контрольных проверок она начинает свой путь на стартовый комплекс. Многоразовая космическая система с помощью транспортно-установочного агрегата подается в монтажно-заправочный комплекс. Здесь продолжается подготовка изделия к пуску. Заправляется бак горючего орбитального корабля. Осуществляется примерка технологического оборудования и другие операции. Весь гигантский объем информации о проделанной работе, пройдя техническую оценку, в итоге формулируется в проекте заключение на допуск изделия к проведению летных испытаний, который рассматривается различными комиссиями. Предстоит принять ответственное решение. Но за правом решения о пуске у каждого члена этих комиссий стоит и большая ответственность за успешное выполнение всей программы испытания. И вот космическая система совершает последний свой путь по Земле к стартовому комплексу, с которым она уже встречалась раньше. В апреле 1988 года с этим изделием уже проводились примерочные испытания со стартовым комплексом. Теперь это не репетиция, а подготовка к летному испытанию ракетно-космического комплекса энергии «Буран». Предстоящий пуск проводится с целью проверки эффективности наземной экспериментальной отработки всех систем и агрегатов, отработки функционирования составных частей ракеты-носителя в условиях реального полета, а также отработки функционирования систем и агрегатов «Бурана» на участках орбитального полета, беспилотного спуска и посадки. Проверено и испытано изделие. Готовы к работе все позиции полигона. Готовы включиться в этот процесс все полигонные и внеполигонные службы и объекты. Готовы к приземлению «Бурана» в посадочный комплекс орбитального корабля. Доложили о готовности к корабле орбитального сопровождения. Работу включается в центр управления полетом. Все готовы. Все это было уже много-много раз. К нарастающему напряжению при спусковых событиях уже можно было бы привыкнуть. Но к этому привыкнуть невозможно. Приближение времени пуска и ожидание его каждый раз переживается так, как будто все это происходит впервые и до этого пуска ничего подобного не было. Подготовка ракетно-космического комплекса к пуску полностью автоматизирована. Но иногда случаются отклонения от запрограммированных процессов. И тогда возникает так называемая нештатная ситуация, которая требует вмешательства руководства в процесс подготовки пуска или автоматических защитных систем. 29 октября 1988 года за 51 секунду до старта энергии уже после начала необратимых процессов и случилась такая нештатная ситуация. Произошло несвоевременное отделение платы с приборами азимутального наведения. Автоматизированная система предстартовой подготовки выдала команду АПП. Автоматическое прекращение пуска. Случившееся было всесторонне проанализировано. Разработаны предложения по доработке конструкции платы. Для ее гарантированного отделения была создана специальная экспериментальная установка. Серия испытаний на ней подтвердила правильность принятых решений. Все решалось оперативно. На анализ, всесторонние испытания и проверки, на повторную подготовку к пуску системы энергии Буран использовано немногим более двух недель. В ночь на 15 ноября 1988 года началась повторная заправка ракетно-космического комплекса рабочими компонентами. Дальнейшие процессы прошли без замечаний и старт произошел в назначенное время. В жизни людей, занимающихся созданием ракетной техники, бывает не так уж много радости. На реализацию проекта зачастую уходят годы, наполненные кропотливой работой, со всеми организационными трудностями, с большим объемом наземных испытаний, которые не всегда бывают удачными. Поэтому, когда изделие уходит со старта, когда оно летит, наступает их звездный час, а точнее, звездные минуты. полет в составе многоразовой космической системы проходит от контакта подъема до 144 секунды, после чего происходит отделение от центрального блока четырех блоков первой ступени, которые падают в расчетную зону. Полет центрального блока с орбитальным кораблем продолжается до 464 секунды. После этого корабль отделяется от второй ступени, которая падает в акваторию океана. Корабль выходит на орбиту и выполняет программу полета. Во время его спуска на Землю переход от реактивного управления к управлению с помощью только аэродинамических поверхностей происходит постепенно по мере входа в плотные слои атмосферы. На конечном участке спуска «Буран» совершает маневры для захода на посадку. Персонал, оборудование и специальная техника посадочного комплекса в состоянии полной готовности к приему орбитального корабля. На объединенном командно-диспетчерском пункте идет обработка оперативной информации поступающей с орбитального корабля, который уже начал спуск с орбиты и должен войти в зону, где его встретит самолет сопровождения. И вот на экранах появляется изображение спускающегося орбитального корабля. Все вглядываются в долгожданную точку на экране. Есть касание посадочной полосы. Успех летного испытания ракеты-носителя «Энергия» и беспилотная посадка орбитального корабля «Буран» события в мировой космонавтике. По своему значению оно стоит в ряду пионерских шагов в космосе, как первый наш спутник, как полет Юрия Гагарин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова